всем привет мы те парни которые пытаемся сделать процессор и примерно сколько мы уже долбаемся над этой проблемой ну часика 6 5 ну в общем примерно 5-6 часов мы сидели долго думали очень много всего пересобирали тестировали в конечном итоге заебались активная личная жизнь так как личная жизнь настолько в пирали в общем в чем заключается видимо баг может это баг может это наше непонимание как это все должно работать есть словно говоря схема вы можете заметить что если по схеме мы проходимся один раз обратно мы на нее никогда не возвращаемся так и ты пояснишь что мы придумали одну очень интересную вещь которая здесь неолайвин этими живым пламенем ограждена и зачем ты вот это вот дрянь надел и там может быть непонятно ага чем все началось того что мы пытались научиться сделать некоторую ячейку памяти вот некоторый блок для двух ячеек собственно по левом часам видно сами ячейки вот все остальные блоки они нужны для записи вот это мы потом переделали вот в такие вот елочки вот но сейчас они отсоединены они на схему никак не влияют можете проверить все провода разовы да на всякий случай можно пройтись по обводке все разъединено ничего не пересекается примерно очень много раз в чем заключается баг вот вы видите схему сейчас все либо отключено либо включен либо у нанда включен две лампочки кстати ты объяснил почему мы пересобрали инфуматор на вдох поставили да почему мы пересобрали все на нант у нас элемент или иногда случайно выдавал сигнал которого не должно было быть ну никак то есть казалось бы на нем две пустые лампочки но тем не менее сигнал проходил вот мы изменили это на нант вот но тем не менее ошибка никак не убралась то есть кто смотрел первое видео они могли увидеть что у нас был нам и да вот эта штука в углу левом инфуматора поэтому пытались немножко увеличить скажем так проходимость чтобы поставили задержку чтобы у нас не было одновременного срабатывания нескольких датчиков да тоже не помогло вообще ничего не помогло мы вот сейчас сервера запущен вообще на другом компьютере вот то есть я перекинул мир мы запустили на компьютере с другой операционной системой и все равно такая ухо на тень происходит ну давай покажем в чем бак в чем прикол то есть да да вот мы сейчас для ускорения будем одновременно нажать на кнопки вот на самом деле я один пробовал даже если один нажимаю медленно но все равно срабатывает то есть давай сейчас сначала покажем что она действительно когда-то работает подключи пожалуйста лампочку вот значит это когда-то был сумматор он работает но проблема в том что теперь иногда то есть начиная с какого-то нажатия он выдает лишний сигнал давай лёха тыкаем ну-ка отключай не так пока не сработало в общем этот баг настолько рандомно появляется что нужно очень много тыркать бегать просто не прощаться но он появляется да еще есть кстати вероятность что тот лишний сигнал подастся два раза и в итоге мы ничего не заметим вот все вот появилось видите у нас зажглась лишняя лампочка лег да вот собственно на сервере всего два игрока то есть никто третий там не нажимает провод никакой можете проверить как идут провода собственно внизу стоят ворот ворота отключены поэтому на них можно не обращать внимание то есть мы рассмотрим только вот эту схему так ну где-то у нас чаще всего вылагивает среднего масса мы не знаем связь вот смотрите значит сейчас выключу зеленый провод у нас случайно сработал сигнал на этом проводе вы можете заметить над как был изначально отключен так и отключить значит смотрим как идет провод провод идет сюда и никаких проводов больше туда не идет ну я не знаю чем ты это убрал ну ладно то есть вот есть провод он идет от нанта вы можете заметить в начале видео что вот эти вот две лампочки были отключены и нант при этом тоже был отключен потому что у него было две горящие лампочки но сейчас нант отключен а лампочки подсоединенные к нему включены и у нижнего в гейтах тоже ну они просто в одной сети ну да вот то есть тут понятно что как бы оно само потому что других проводов сюда не подходит нант выводит результат только сюда и получается какой-то косяк то же самое когда мы пытаемся перезаписать ячейки там с определенного момента когда сумму новую выискиваем там тоже начинается какой-то косяк подключаются новые числа и непонятно откуда ты выглядишь да вот мы сделали перезаписываем регистр вот мы долго старались все это проводили матерились это никому не интересно ну неважно ну пусть знают вот прикол в том что где-то с шестого седьмого раза оно начинает дико умножать на два ну давай проверю покажу а я все я все убрал с провода вот так я лампочки заменю все должно работать да да видите все хорошо по крайней мере пока проверить перезапись регистра все отключены м 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 э м м м мы берем подаем сигналы на вот этот массив который рядом с желатым проводом к м п м м м м Тень переходит на логический и на оба регистра. Да, собственно, ничто нигде не пересекается, все очень четко. Значит, там дальше у нас вот есть зеленый переключатель, который включает все энды, и если загорается, то срабатывает и регистратор перезаписывается. Значит, один из эндов отвечает за то, надо ли обнулить. Да, то есть у меня алгоритм такой, я сначала обнуляю регистр, а только потом в него записываю уже какое-то значение. Вот, значит, тот, который ближе к центру отвечает за то, надо ли обнулить, второй отвечает за число, которое надо записать. И таким образом вот за эти два действия у меня все записывается. К сожалению, в сумме надо 16 действий, вот, и эти действия должны происходить одновременно. И самая главная проблема, что у нас неотключаемая запись, то есть как только мы пытаемся что-то записать, у нас заново пересчитывается сумма. При этом, если мы отключаем при записи регистр, то часть регистра не перезаписывается, причем вообще рандомная часть, и тоже происходят довольно грустные вещи. Значит, у нас все соединено? Да, у нас все соединено, а регистры работают, и сумма. Да. Давайте здесь поставим единичку и запишем ее в этот регистр. Так. Теперь у нас сумма 2. Давайте снова ее сюда запишем. Записалась. Отлично. Сумма теперь 3. Значит, записываем в этот регистр. Отлично. Сумма 4. Записываем. Вот. И теперь он выводит сумму 9. Не очень хорошо. Да, это не очень хорошо. Мы хотим узнать, у всех ли такие нехорошие вещи происходят? Да. Если не лень, постойте, пожалуйста, и напишите в комментариях, у всех ли такое или только на наших компах. Если не лень, вот я даже целую схему дам. Вот. Стройте на здоровье. Все очень просто, я думаю. В общем, мы надеемся, что у вас все будет получаться. Может, это мы такие лохи, не знаю. Телех неправо, Джон, ты показываешь? Да. А. Да. Да, если что, вот это вот говно, оно просто, оно просто потому, что у меня вот сюда не влезло. Да. Вот, такие дела. В общем, всем пока. Спасибо за внимание. Да, я на досуге попробую с этим разобраться. Возможно, мы полностью перестроим процессор, даже принципиально. Ну, а пока что будем стучаться разработчикам, просить их либо раскрыть секрет, как это все, блядь, работает, либо просить пофиксить это говнище. Кстати, когда отключаем все записи, то остается вот это непонятное число, которое появилось. Потому что у нас вот здесь говнище. Вот оно. Вот сейчас верхний, средний, почему-то. Обычно средний и нижний. В общем, грусть, печаль, тоска. Ладно, мне кажется, на этом все уже. Да. Удачи, народ. Удачи.